В наше время нельзя представить свою жизнь без компьютера, смартфона и других гаджетов. Доступ к интернету есть у каждого. Однако вместе с этим растет и киберпреступность. 29 миллионов рублей жители Мордовии потеряли за первый месяц 2023 года. Эти деньги оказались в том числе и в руках интернет-мошенников. Предупрежден, значит защищен, считают сотрудники Ростелекома. Поэтому подобные лекции они проводят часто и для школьников, и для студентов. Самое главное – не быть беспечным. Никому не отдавать свои пароли, не пересылать по почте свои данные банковских карт, паспорта, любых других документов. Ведь как бы мы не устанавливали какие-то антивирусы, либо другое программное обеспечение, самая главная опасность – это наша беспечность. Если вам звонят и представляют с кем-то близким, либо просят какие-то деньги, что случилось с вашими близкими, обязательно позвоните, наберите и узнайте, что на самом деле. На лекции студенты узнали о том, как придумать надежный пароль, как распознать злоумышленников и как избежать вовлечения в опасные сообщества или игры. Кстати, о пароле. Менять его необходимо несколько раз в месяц. К слову, о кибергигиене. По завершению мероприятия ребята проверили свои знания в онлайн-векторине «Кибербезопасный мир». Самые активные получили в подарок книгу «Прекрасный опасный кибербезопасный мир», в которой IT-журналист Станислав Макаров доступно поясняет, как определить попытки обмана со стороны кибермошенников и на реальных примерах показывает, как правильно им противостоять. Про кибербезопасность знать очень важно. Нужно распространять эту информацию, так как мошенники могут воспользоваться личными данными и, к примеру, оформить кредит. И украсть деньги. Узнать что-то новое для себя можно, посмотрев мини-сериал «Кибербезопасность для детей и взрослых». Найти его можно в видеосервисе ВИНК. Кибербезопасность – один из ключевых приоритетов современного общества, поэтому Ростелеком уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности среди населения. Арина Лешкина, Александр Зюзяев. Наш Новости. Редактор субтитров А.Семкин